Повышение продолжительности жизни пенсионеров, укрепление здоровья и скрашивание досуга пожилых людей. Именно такие цели преследует деятельность Центра активного долголетия в Хабде. Здесь бабушки и дедушки интересно, а самое главное полезно проводят свободное время. Физкультура, рукоделие, творчество и даже массаж. Вот далеко не полный перечень занятий, которым совершенно бесплатно привлекается старшее поколение кабдинцев. Центр активного долголетия в райцентре открыли в день празднования 30-летия независимости Казахстана, 16 декабря 2021 года. Идея была воплощена в жизнь благодаря поддержке главы края и местного центра занятости. Здесь пожилые люди посещают самый полный перечень различных кружков и секций. Большой популярностью пользуется арт-терапия с психологом. Это направление импонирует 67-летней Альфиета Натаровой. Женщина более 40 лет проработала воспитателем в детском саду. Кроме того, она активная участница вокального ансамбля «Сударушка». Так что даже на пенсии не могу усидеть без дела, отмечает Альфия Хусейновна. Я посещала в Дом культуры ансамбль «Сударушки» и услышала про этот центр здоровья. А нам сейчас очень надо здоровье. Уже на пенсии 8 лет. Как услышала, я сразу пришла сюда, в этот центр. Мне очень нравится здесь заниматься. Я больше занимаюсь физкультурой и спортом. Скандинавская ходьба у нас здесь, тренажеры, беговая дорожка. Занимаемся мы, еще ходим в бассейн. В бассейне нам очень нравится. Некогда нам болеть. Ходим с удовольствием. Самое главное – общение. Потому что дома встал, муж уехал в рейс и одна в доме. А здесь приходишь, общаемся, мы пьем фито-чай, когда позанимаемся. Поем песни, танцуем. И все нам очень нравится. Мы с удовольствием занимаемся и ходим в этот центр. А Латипа Утенова – одна из самых пожилых членов центра. И своим виртуозным владением домбро и вокальными данными может дать фору любому. 79-летняя пенсионерка по 4 раза в неделю приезжает сюда. Стойкости пожилой женщине можно только позавидовать, так как она проживает в 80 километрах от Хабды. Мне очень нравится здесь, очень хорошо. Здесь мои сверстники в основном. Почему? Потому что я просто здесь чувствую себя очень хорошо. Здесь как-то, не знаю, мне становится уютно. Здесь я пою, здесь работает художественная самодеятельность. Мы поем, выезжаем часто, куда нам надо. Экскурсии бывают. Вот готовимся на следующую экскурсию в Мангастау. Недавно были в Пуртистане. По святым местам Южного Казахстана были. Кроме того, активные пенсионеры на ты с физической культурой и спортом. Глядя на то, как они делают зарядку, крутят педали велотренажера, занимаются на беговой дорожке. И не скажешь, что эти женщины отдали не один десяток лет службе в сферах образования, культуры, медицины. Многие из них занимаются бизнесом, держат магазины. И покупатели уже знают, что если хозяйки на рабочем месте нет, то бизнес в Уман можно найти в центре активного долголетия. Большой популярностью у пенсионерок пользуется кружок рукоделия. Здесь мастерят красивейшие поделки, украшения, картины, вещи и многое другое. Эту сумку сейчас носит молодежь, да? Эту сумку мы связала, вот она рядом сидит, это из веревки связано. Сейчас она спрос идет по молодежному части. Они на базаре, например, продаются где-то 7 тысяч. Но у нас ниткой ушла, мы это все посчитали, продаем по 5 тысяч. Вот это все мы собираем деньги, что нам нужно сюда, опять же за нас закупаемся. И вот ручное изделие у нас все. Вот эти беретки сейчас, все наши, как сказать, средний возраст опашки 50 лет. Сейчас вместо платка носит вот эти беретки в основном. А эти пледи, плед детский плед, новорожденный, который коляски сейчас, дети же много, молодежь ходит с пледью. Коляски завернули быстренько и уйдем. Вот тоже опашку связала. Посещают центры более 10 мужчин пенсионного возраста. Неудивительно, что в основном их привлекают занятия спортом и биоэнергомассаж. Важно подчеркнуть, что опыт Хабдинского центра планируют перенять и ряд других районов. В частности, уже приезжали из Алги, Мартука и Уила. Здание государственное, мы не арендуем это здание. В этом здании с нами работают специалисты профиля, инструктор по физкультуре, дизайнер, психолог, массажист, медицинский работник и хореограф. Необходимо расширить площадь данного центра, чтобы здесь могли поместиться не только люди женского пола, но и побольше, чтобы с нами были мужчины. Хотя и мужчины у нас имеются в нашем здании, но, однако же, мужчины вот таким видом деятельности, как физкультура, здесь немножко сложновато, потому что здесь тесно. И поэтому мужчинам приходится заниматься в фоке. Всего центр посещает свыше 40 пожилых людей в возрасте от 60 до 79 лет. Николай Сырбов, Азамат Сауханов, телеканал Актюбе.